Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы будем посылать МОН о контроле, заставлять или пусть делают обратно, а кломбы, потому что это никуда не одеться. От первого лица. Ответы на самые важные вопросы дает глава «Анапы» на встречах с активом населения. Всех быстренько пройдем, не надо мотаться куда-то в город. Тысячи обследованных пациентов и сотни предупрежденных болезней. В «Анапе» подвели итоги большой профилактической кампании. Когда в читальном зале шуметь разрешается, с песнями, танцами и игрой на инструментах в центральной библиотеке стартовал музыкальный абонемент. Теперь об этом и не только подробнее. Долгожданный разговор с главой. Юрий Поляков встретился с руководителями органов территориального общественного самоуправления. У ТОСовцев накопилось немало вопросов и предложений, как, на их взгляд, вместе построить работу на благо города и ее жителей. Современная система территориального общественного самоуправления в «Анапе» включает 164 органа ТОС, 62 в городе и 102 в сельских округах. В большом зале администрации собрались 90 представителей этого сильного общественного движения. С главой курорта активисты обсудили проблемы, веренных их заботам территорий. По улице Крымской, 5-й школы, там пройти его невозможно. На улице Пролитарской когда-то была ливневка. Года три назад эту ливневку заказали. И теперь вода идет, она вообще головы. Отсутствие ливневой канализации – серьезная проблема, согласился глава. Воде некуда уходить. Около 80% территории муниципалитета скрыто под плиткой или асфальтом. ТОСовцев Юрий Поляков попросил собрать информацию о самовольном захвате газонов и клумб. Есть частный дом, есть ворота, есть калитка, да? Есть заезд в отбор, да? А фасад, например, 30 метров или 40. Вот он берет, все разложил и сделал парковку. У меня простой вопрос. А с какого перепуга здесь должна быть парковка? У него есть заезд в отбор? Есть. Перед воротами асфальт? Есть. Есть. Став машину. Почему эти машины должны стоять, используя нашу муниципальную землю? Где же эти клумбы вдруг поисчезали, все забили? Поэтому я вас опрошу, потихоньку соберите мне всю информацию. Вот с фотографии, с адреса, можно без фотографии адрес. Мы будем посылать, ну, а контроль заставлять, или пусть сделают обратно, а клумбы, потому что это никуда не одится. У меня такой вопрос. Уже неделю назад Гребенскую от Шевченко до Сангурова разрыли посредине. Ведут газ. Гребенскую, подождите, Гребенскую от Шевченко. От Шевченко до Сангурова. Газовую трубу прокладывают к многоэтажке на Шевченко 156. Но дурная слава самостроя не должна складываться на отношении к жильцам дома, считает глава. Сами жильцы собрали деньги, сами вышли с предложением, и они выполнили все, что им говорил «Трансгаз краевой». И было такое, я дал команду, говорю, до Нового года мы вам дадим газ. И вопрос был в разрытии вот этого всего. И, ну, варианта нет. Причем тут стародукция уже там, ну, уже продал все давно из-за того. Еще одна социально острая тема звучит в следующем вопросе. У нас на рейтинге есть здание. Оно принадлежит почтовому отделению федеральное. Оно принадлежит, там находится факт, и там третья часть, частное лицо. Течет крыша, и вот чисто на почте, там ужасное состояние потолка, протекает рядом с лампой. Не дай бог. Не дай бог замкнет. Да. То есть, поручение дали, мы услышали, разберемся. Муниципалитет испытывает нехватку почтовых отделений. Сейчас из 58 необходимых в городе и сельских округах работает 38 отделений. Сейчас все разговоры, которые ведем с застройщиками, мы четко ставим. А вопрос – почта, фарт, полиция. В любом микрорайоне, который строят, ну, некоторые пошли уже на встречу, отдают там и полицию, и фарт, там вот, в СТОРах, на Анапском шоссе, пятиэтажки, знаете, вот в этих пятиэтажках дают. Общение получилось насыщенным. Общественники внесли свои предложения и выслушали мнения главы по ряду интересующих их вопросов. И, конечно, договорились о том, что такие встречи будут регулярными. Ответы на свои вопросы с первых уст получили и представители анапской молодежи. В городском театре состоялась традиционная встреча молодежного актива с главой города Юрием Поляковым и председателем совета Леонидом Кочетовым. Мэр Анапа отметил, что поддержит акцию по озеленению курорта. Попаданием в цель он назвал и предложение об организации конкурса малых архитектурных форм. Участники встречи отметили, что перемены к лучшему заметны уже сегодня. За час почти два десятка вопросов глава города поддержал предложение провести среди молодежи конкурс на лучшую городскую скульптуру. По словам Юрия Полякова, малые архитектурные формы – это запоминающиеся образы, места, где туристы могут бесплатно сфотографироваться на память. За день до встречи идею обсуждали с профессиональными художниками. Они будут работать над обликом города наравне с архитекторами. Уже открыт конкурс на лучший проект въездных стел. Кроме того, на проходах к морю планируется установить арки. Помимо эстетической, они будут внести еще и своеобразную охранную функцию. Якорно так закрепить эти проходы. Почему? Ну мы же с вами понимаем, город динамично развивается. Конечно, есть беда, не буду обсуждать. Эти проходы вообще нельзя было трогать никогда. Никогда. Их когда-то 20 было, теперь их 16. И я с болью отношусь, если я узнаю, что там 3-5-10 лет назад кому-то отдали 6 метров прохода. Школьники поинтересовались, смогут ли они создать аллею или парковую зону, объединившись и проведя специальную акцию по высадке деревьев. Глава муниципалитета однозначно за такую инициативу. Когда вы, молодежь, и мы организуем эту акцию, я верю, чтобы это случится, посадим эти деревья, да, и вы будете ходить и наблюдать, сколько лет растет дерево. Для того, чтобы оно приобрело какой-то там вид и давало тень, надо там 10, 15, 20 лет. Представляете, у нас находятся умники, которые бездумно взял спирил дерева, не понимая того, что сколько лет надо, чтобы его восстановить. Конечно, давай с удовольствием мы примем этого участия. Посадить дерево, собственно, руками всегда хочется сберечь его. И более того, и другие деревья захочется сберечь. А зеленая зона – это экология, это здоровье, это благополучие. Поэтому, конечно, это имеет очень большой глубокий смысл. Юрий Поляков поддержал волонтерское движение. Заявил, что рассчитывает на участие добровольцев в мероприятиях Чемпионата мира по футболу. В городе-курорте сегодня строятся две тренировочных площадки мирового класса, которые потом перейдут в распоряжение муниципальных спортивных школ. Отличная, очень теплая атмосфера, не было такого, не было барьера. Я узнала, что наш новый мэр города очень заинтересован в продвижении волонтерской деятельности, так как я сама принимаю в ней участие большое, что он поддерживает многие молодежные проекты. Отличная встреча, хорошие вопросы, ребята все молодцы. Глава у нас хорошо включился в работу, и изменения в городе уже пошли. Очень плотно занялся глава изначально торговыми местами, то есть на набережной освободил, ну и в целом вообще в городе стало как-то посерьезнее. Мы очень рады этой встрече. Запланировано много работы, и будем работать вместе. Повышать электоральную активность нашу в городе, выборы, участие в выборах – это очень важно. Председатель городского совета Леонид Кучитов считает, что уже к следующей встрече в таком формате, которая состоится через год, будут заметны перемены к лучшему. Призвал задавать больше вопросов и решать их всем вместе. Более 4 тысяч взрослых и детей в этом году посетили Дни здоровья. Въездные приемы узких специалистов позволяют выявлять болезни на ранних стадиях. В эти выходные последнее в этом году профилактическое мероприятие прошло в селе Цибанабалка. В местном амбулатории недавно открыли детское отделение и намерены постепенно пополнять штат узкими специалистами. Детские коляски возле амбулатории села Цибанабалка. Прием ведут врачи муниципальной детской поликлиники. Сегодня здесь все необходимые специалисты и диагностическое оборудование. Алисе 9 месяцев, маму зовут Алина. На Дне здоровья впервые. Чтобы обойти всех специалистов, требуется не больше часа. Все здорово, нам понравилось. Недалеко от дома, и хорошо, что мы сюда пришли, близко. Сейчас займем очередь, всех быстренько пройдем, не надо мотаться куда-то в город. Исполняющие обязанности заместителя главы Екатерина Боровская осматривает амбулаторию. Здесь была подстанция скорой помощи. Ее перенесли, оставив в округе. На оперативности это никак не сказалось, а здесь теперь детское отделение с отдельным входом. В целом это неплохо, но безусловно есть к чему стремиться. Нам нужно доработать там фасад здания. И это тоже для нас проект на будущее, потому что фасад уже давно у нас не обновлялся. Мы это сделаем. Мы приведем крыльцо в порядок. Мы улучшим там именно места для того, чтобы детки могли спокойно посидеть с родителями. То есть сделаем максимально комфортные условия. Алина и Алиса каждый месяц приходят показаться педиатру. Стали свидетелями переезда. Отлично. Мы вообще пришли, когда удивились, что такой ремонт хороший. Приятно находиться в кабинетах. Все чистенькое, такое новое. Нам все очень нравится. Сегодня амбулатория в Цибанабалке обслуживает около 11 тысяч взрослых и 4 тысячи детей. Население сельского округа непрерывно растет. Жители просят организовать здесь прием хотя бы части узких специалистов. Тех, которые наиболее востребованы. После реорганизации освободился кабинет. Теперь в амбулатории намерены получить лицензию на открытие кабинета невролога. У нас очень большая потребность невролога. Очень большая. Это все остеохондрозы. Чем больше мы сможем расшириться и больше пролицензировать узких специалистов, тем, конечно, будет нам лучше. Дни здоровья для взрослых и детей с одной стороны приближают медицинскую помощь к населению. С другой, их основная цель – профилактика. Мероприятие в Цибанабалке – последнее в этом году. Всего же за год на приеме у узких специалистов побывали более 1200 детей. 800 из них – малыши до года. Появившийся в этом году передвижной флюорограф уже успел сделать более 700 снимков. А консультацию получили порядка трех тысяч взрослых. У шестой части впервые выявили различные заболевания. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Предновогодняя суета постепенно захватывает Анапу. Самые востребованные товары сейчас – елки, новогодние сувениры и продукты к праздничному столу. Для удобства анапчан ярмарка на Северной выделила в отдельную зону все популярные среди покупателей павильоны с натуральной продукцией и доступными ценами. На подступах к ярмарке на Северной расположились торговые ряды кубанских сельхозпроизводителей. Еще одна территория натуральной продукции и приемлемых цен. Сейчас предновогодние праздники. Мы решили организовать для жителей и гостей города-курорта Анапы новогоднюю ярмарку, которая продлится до 31 декабря. На этой ярмарке можно приобрести по конкурентоспособным ценам овощи, фрукты, молочную продукцию, колбасную. Ну и обязательно это елки, рыба, все то, что в принципе радует приди к Новому году. Будем рады видеть всех гостей и жителей города на нашей ярмарке. Она работает с 9 утра до 5. Приходите к гостям. Здесь и небольшой елочный базар с ценами от 300 рублей. Овощное изобилие, что называется прямо с грядок и из теплиц. Свежая рыба, молочка и непременно сладости. К Новому году без них никак. Есть суфле, есть конфеты шоколадные, печенье, пряники, подарочные наборы. Все абсолютно можно, все свеженькое, все по цене производителя. В первые утренние часы покупателей немного, но с каждым днем торговля будет все интенсивнее, уверены продавцы. Гости Анапы отмечают, продукция на наших ярмарках высший класс. Я могу сказать, что я удивлена тем, что даже наша продукция камчатская здесь есть и довольно-таки неплохого качества. И цена не очень-то отличается от нашей, по сути дела. Ну и меня, конечно, поражает обилие овощей. Они у вас, конечно, очень дешевые по сравнению с нашими. Мне кажется, довольно-таки большой выбор. Ну и молочка. Я под большим впечатлением, конечно, от вашей молочной продукции. Очень вкусная, очень такая. Ну, великолепно. Здравствуй, музыка. По таким названиям в Центральной библиотеке стартовал литературно-музыкальный абонемент. В рамках проекта перед юными анапчанами с концертной программой выступают творческие коллективы города. Раз, два, эго, ими так, для казаку по крови идем. Открыли музыкальный сезон юное дарование детской школы искусств номер один. Вместе с героиней книги Аллы Проса Ассоль ребята отправились в путешествие по волна музыки. Они побывали на острове Буяни, где живут любители народной музыки, песен и русских народных инструментов. Полный восторг у публики вызвал ансамбль народных инструментов, в составе которых звучали балалайки, аккордеон и огромный контрабас-балалайка. Бальные русские народные и даже китайские танцы продемонстрировали юные артисты из хореографического отделения. Школьники поддерживали музыкантов и танцоров бурными аплодисментами. Многие ребята признались, что тоже хотели бы пойти учиться в музыкальную школу. Впрочем, от вечера положительные эмоции получили как зрители, так и сами артисты. Это очень прекрасно, ведь нам нужен опыт практический. Мы надеемся, что многие придут к нам в школу после прослушивания нашего выступления. Наши детки с удовольствием приняли участие в этом концерте. Им очень нравится выступать перед публикой. И мы надеемся, что библиотеки, может быть и другие наши заведения, учреждения образования будут приглашать нас. А мы будем выступать для вас с удовольствием. Следующая встреча в рамках литературно-музыкального абонемента состоится в феврале 2018 года. Далее информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.